Всем привет, с вами Дис, приветствую вас в обзоре модов. У нас есть очень интересный мод, который идёт только на версии 1.6.2, лишь только потому, что этому моду уже полгода, но я всё-таки посчитал нужным рассказать вам об этом прекрасном моде. Когда-то уже давно я делал на него обзор, в числе своих первых обзоров модов, но тогда у меня был, во-первых, херовый микрофон, во-вторых, я не рассказал обо всех подробностях тонко этого мода, и, в-третьих, здесь появились некоторые стабилизационные, как сказал, нововведения, а также один новый предмет, о котором я могу вам рассказать. Конечно, изменилось совсем немного с времён той версии, о которой рассказывал, но всё-таки, думаю, вам будет интересно. Итак, мод называется «Бактерия мод», и сегодня мы рассмотрим несколько предметов, которые он добавляет. Во-первых, он добавляет генерацию губок в настоящем мире, также добавляет рецепт крафта для самих губок. Из пяти шерсти, трёх цветка, трёх цветков и ведра с водой. Естественно, ведро обычно нам возвращают. Мы получаем две губки. Что теперь с ними нужно делать? Кстати, губки генерируются у нас в таких вот озёрцах, либо же каких-то речушках в самом мире. Теперь мы должны скрафтить несколько масс, то есть тины, даже плесень, я бы сказал. Для её крафта нам потребуется ещё одно ведро воды, два хлеба и, собственно, одна губка. Мы крафтим несколько тины, плесени и ставим её под воду. Главное, чтобы над нашей плесенью был хотя бы один блок воды. После этого нам придётся ждать, пока наша плесень заполнится водой. То есть, всё в этом моде связано с водой. Даже вот при крафте первых двух предметов нам уже потребовалось много воды, так ещё и здесь. Так что, думаю, вы понимаете, с чем это связано, с бактерией. Она везде требует воду, питается ей в прямом смысле этого слова и будет использовать также её в будущем. Итак, некоторая плесень у нас уже созрела, и мы можем её срубать с помощью обычной руки. Вот как, например, здесь. Видите, она стала немного более тёмного-зелёного цвета. Как вот здесь, вот здесь. Вот теперь давайте выйдем из креатива, чтобы продемонстрировать это наглядно. И сломаем вот эту плесень. И мы получим с неё одну часть бактерии. То есть, частичка бактерии. Если мы разрушаем другие блоки, то, естественно, мы получаем ту же самую плесень. То есть, она даже не разрушается. Это хорошо. Итак, что же теперь нам делать с этой частичкой, собственно, бактерии? Теперь мы можем скрафтить саму бактерию, используя вот такой вот крафт. Четыре бактерии и один же stone-факел. Мы можем скрафтить бактерия-джаммер-блок, но об этом чуть позже. Либо же можем скрафтить реплейсер-колония. То есть, с помощью этого блока мы можем заменять блоки. С помощью этого блока мы можем съедать блоки. Давайте, конечно же, посмотрим сначала на первый блок. Теперь мы можем лицезреть на саму бактерию. Вот такая вот фиолетовая субстанция у нас будет в мире Майнкрафта. Это, естественно, в форме куба, так как это, я как уже сказал, Майнкрафт. Теперь мы ставим эту штуку на землю в данном случае, так как у нас полно земли. Ставим землю также на нее. То есть, землю она будет есть, чтобы земля у нас не пропала. Мы ставим землю также рядом немного. Активируем с помощью редстоуна. И теперь наша бактерия начнет распространяться. Она съела ближайшие блоки земли и начала идти дальше. Теперь эта бактерия будет распространяться и увеличиваться в размерах. Будет съедать всю землю в округе. И, как видите, она увеличивается в геометрической прогрессии. Съест всю землю рядом и просто останет капец. А что будет, если есть камень? Вы просто представляете. Вот такой вот громадный мод громадных масштабов. Вроде бы небольшой по объему. Я уже поставил еще одну бактерию здесь. И она съела землю также еще. Давайте теперь начнем есть камень. Вы представляете, что просто будет? Я ставлю бактерию. Ставлю камень выше нее. Ставлю еще камень, чтобы бактерия перебралась довольно благополучно. Активирую с помощью редстоуна. И теперь наша бактерия начнет... А, ну хотя там камень был рядом, так что я волнуюсь. Начнет распространяться. Начнет распространяться. И просто есть все в округе. Есть все. Вот такая вот у нас прожорливая, мега прожорливая бактерия получается. Она ест все. Она просто стрижет землю. Она просто сжирает, не боюсь этого слова, уничтожает камень. Мой Майнкрафт начинает подлагивать из-за огромного количества падающего гравия и, скорее всего, песка под землей. Или там нет песка. Скорее всего, нету. Из-за огромного количества съеденных блоков камня. Из-за огромного количества рендера, который происходит в этом мире, мой Майнкрафт начинает подлагивать. Даже изменения стабильности в последних версиях этого мода, сегодня 6.2, они помогают справиться с таким натиском, который совершает принцип этого мода. Он съедает все. Оставляет только руды, только гравий. И, ну и землю, потому что до земли та бактерия, которая съедает землю, у нас не добралась. Давайте сразу не будем рассматривать второй тип бактерии, который называется Replacer Colony. Я расскажу вам сразу про бактерию Jammer. Бактерия Jammer останавливает саму бактерию. Она крафтится из трех бактерий. Железного слитка, факела, ридстоун-квакела и четырех булыжника. Мы ее крафтим, ну или просто добираем из Неи и используем. Также есть бактерия Jammer как предмет. Она используется как сам блок, а, кстати, сам блок. Мы должны поставить его к бактерии, к бактерии. И если бактерия съест его, то есть прикоснется к нему, то мутация прекратится и ничего хорошего и плохого происходить не станет. Как видите, все, эта бактерия у нас исчезла, так как только соприкоснулась с этим бактерия-джамером, и все, действие нормализовалось. На самом деле, этот мод напоминает, думаю, многим знакомую и полюбившуюся также многими игру Plaguey Ink, но в оправдании к этому моду и в защите его скажу, что, естественно, мод вышел раньше, и сам принцип, конечно, я не говорю, что Plaguey Ink сперли, но просто он не нов, то есть он не новый. Также мы можем скрафтить бактерия-джаммер, уже предмет, а не блок, мы не должны будем его ставить, мы просто возьмем, нажмем на кнопку, и вся бактерия, все блоки бактерии в мире уничтожатся. Вся мутация в мире прекратится. То есть в том же Plaguey Ink взять бы такой предмет, человек изобрел такую штуку, нажал на кнопку, и все, ваш вирус уничтожен. Вот так и вот здесь вот мы нажимаем одну кнопку, правую кнопку мыши, перед этим скрафтив вот этот предмет, и вся бактерия уничтожается, вся мутация в мире прекращается, мир у нас освобождается от такой огромной болезни, и мы снова рады. Ну и что же, давайте рассмотрим последний блок в этом моде, Replacer Colony. Он действует по принципу нашего первой бактерии, только он не будет съедать все блоки, он будет заменять блоки, которые под ним, на блоки, которые выше него. Так что мы активируем его Redstone, он съедает у нас землю, наверное, ему нужно больше земли. После этого он немного инициализируется и начинает распространять землю в массы. На самом деле он уже съел землю и думал, как распространить ее, мне не пришлось бы ставить еще землю здесь, так что я зря это сделал. В общем, теперь бактерия действует немного иначе, она не съедает все, она заменяет в данном случае все блоки камня, а блок камня был под вот этим красным блоком, на блоке земли, который был выше него. Вот такая вот у нас инфекция происходит с миром. Вот такие вот громадные масштабы данного мода. Думаю, они вас поражают. В моем случае, естественно, они меня точно поражают. Вот впервые обзор на этот мод я сделал на версии Майнкрафта 1.2.5 и до сих пор не перестаю удивляться классности и просто шикарности этого мода. Какое ему может быть практическое применение? Да, впрочем, никакого. Просто можно полюбоваться масштабами Майнкрафта, мощностью вашего компьютера, просто какой-либо, возможно, красотой, чем-либо еще. Но в мире никакого применения этому найти, скорее всего, не получится. Так что те 100 тысяч человек, как минимум, которые скачали этот мод, просто так же, как и я, сделали либо на него обзор, либо посмотрели, как он работает. Но мод, как вы понимаете, очень классный. Если до сих пор вы не знаете о нем, то советую вам скачать его, посмотреть на него и поиграть с ним, а потом снести его. Потому что, ну, в обычном мире, вот в таком мире, как бы, знаете, играть, мне кажется, не очень интересно. А на этом с вами... А на этом все. С вами был Дис. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А на этом все, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Читайте мой твиттер, вступайте в группу ВКонтакте. Качайте мод по ссылке из описания. Увидимся в следующем видео. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok